Армянский парламент видел разное. Был там теракт, унесший жизни высшего политического руководства страны-оккупанта. Заседали в армянском парламенте и откровенные преступники. Например, Манвел Григорян, при обыске в доме которого были найдены тушенка, туалетная бумага, вездеходы, гранаты, пайки для солдат. Также к делу Манвела Григоряна были добавлены обвинения в краже пожертвований, которые народ отправлял солдатам во время Апрельской войны в 2016 году. Помимо Манвела Секторовича в национальном собрании заседали и продолжают заседать носители криминальных кликух. Начиная отливчик самой и заканчивая тупым Гага. Последнее погоняло принадлежит лидеру оппозиционной партии с комичным для государства лузера региона названием «Процветающая Армения» Гаги Куцарукину. Но это еще не все. Помним мы и иные интересные моменты в жизни армянского парламента. Там, помнится, прямо с трибуны парламента зажигали факел. Делали это сторонники Никола Пашиняна, который рвался к власти, бродил тогда по улицам городов Армении, призывая поддержать свержение Сержа Сарксяна. Цель эта была достигнута, но прошло совсем немного времени и уже самого Пашиняна стали искать в парламенте, что называется «днем с огнем». Произошло это после поражения Армении в 44-дневной войне, которая завершилась подписанием трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Верившие в свою пропаганду, которая чуть ли не мамой клялся Арцруна Ванесян, что армянская армия вот-вот захватит Гинджу и Баку, жители страны оккупанта обалдели от внезапно обнаружившейся правды. То и в которой флаг Азербайджана рейл уже в шуши и на иных освобожденных территориях нашей страны. В общем, народ жаждал поймать козла отпущения. Таковым оказался Арарат Григорян, который ныне возглавляет МИД Армении. А в национальном собрании имело место еще не одно забавное событие. В частности, все увидели, как экс-глава Минобороны Аганян, ныне также являющийся депутатом парламента, метает бутылки с водой в своих политических оппонентов. Выступивший в роли козла провокатора Аганян в итоге обделался легким испугом, тогда как в парламенте имел место настоящий мордобой. И вот новый поворот. Депутат правящей фракции Гражданский договор Алексанян снял флаг сепаратистов Карабаха, который ранее был закреплен на трибуне парламента представителями реваншистской оппозиции. Как говорил герой известного советского кинофильма, не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Но это шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля истины. И мы можем констатировать нечто новое. В частности, перетягивание тряпки, которую карабахские сепаратисты именуют флагом, между армянской властью и оппозицией. Забавное зрелище. Раньше такого не наблюдалось. С другой стороны, практическая польза от всех этих действий нулевая. Армянская оппозиция может сколько угодно бить себя пятками в грудь, заявляя о готовности отправиться на временно контролируемые российскими миротворцами территории нашей страны. Но не факт, что они туда в итоге доедут. А если и доедут, то все это шоу не изменит существующий статус-кво. Он установлен в результате 44-дневной войны и последующих политико-дипломатических и военных успехов официального Баку. Вот и на прошлой неделе состоялись переговоры между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. По итогам которых появилось заявление Шарля Мишеля о том, что должны начаться переговоры по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном. Соответствующие указания даны МИД двух стран. Это мирное соглашение будет состоять из пяти пунктов, на принятии которых настаивал официальный Баку. Главным же пунктом в этом документе является территориальная целостность Азербайджана. Армянские СМИ, политологи и оппозиция уже признали данный факт, причитая по поводу очередного дипломатического поражения своей страны. Они вопят по поводу того, что в заявлении Мишеля нет ни слова о борцахе. И правильно вопят. Но в том-то и дело, что только вопить у них и получается. А воплем ситуацию не изменить. И вывешиванием тряпки карабахских сепаратистов с последующим снятием ее в парламенте тоже. Армянам нужно запомнить. Даже устроив очередной теракт в национальном собрании, или ограничившись мордобоем стенка на стенку, ничего уже невозможно изменить. Репутация национального собрания уже такая, что ему ничего не страшно. При этом все уже решено. Весь карабах это Азербайджан. И восклицательный знак. Спасибо за просмотр.